Ну и в завершении выпуска сотрудники управляющей компании «Пик Комфорт» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Они навестили участников боевых действий, а также свидетелей этих трагических событий и вручили им памятные подарки. Мам, это тебе. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Виталий зовут. Мы, собственно, ваш дом обслуживаем с управляющей компанией. Хотели вас поздравить с этим прекрасным праздником. Сказать вам огромное спасибо за чистое небо над головой, за наше счастливое будущее. Навещать людей, благодаря которым в нашей стране отмечается День Победы, стало доброй традицией. Ежегодно сотрудники «Пик Комфорта» дают дань уважения участникам Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в домах, которые находятся под управлением этой компании, проживает 21 ветеран. Стараемся тоже помогать им в процессе их какой-то жизнедеятельности. Если у них есть какие-то замечания, либо просьбы, стараемся так же оперативно всё решить. И наша акция всё-таки, наверное, очень хорошо сближает нас с нашими ветеранами. Они делятся с нами теми же фронтовыми историями, впечатлениями, своими эмоциями. А ещё стихотворениями. Любимое занятие Василия Марыкина – чтение книг. Кроме воспоминаний о войне, участник прорыва блокады Ленинграда поделился с гостями своими знаниями произведений великих русских писателей. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не застет народная тропа. Вознесся выше он, главой непокорной, а лекарно-листского столпа. Всего в городском округе Люберцы проживает 268 ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится всё меньше и меньше. Сейчас наставления и пожелания этих людей имеют особую ценность. Чтобы жили хорошо, чтобы были дружны, чтобы не ссорились, самое главное. Я хотел бы пожелать нормальной жизни. Материальной, моральной и так далее. Ну, мир само собой.